В обсерватории Казанского университета День космонавтики отметили организации тематической выставки в Планетарии. Первым, кто сказал, что кубинский космонавт в космос, был Юрий Кагарин. Во время своего исторического визита в июле 1961 года на Кубе. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета тотальный диктант написали около 250 россиян и граждан других государств. Наш корреспондент пообщался с первопроходцем в отечественной космонавтике, почетным гражданином города Казань, Уралом Закировым. Я задал вопрос о его личной готовности к полету. Ответ у меня был таков. Я готов выполнить задание страны. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. В обсерватории Казанского университета День космонавтики отметили организации тематической выставки в Планетарии. Мероприятие открыл ректор Ильшат Гафуров. Смотрим. Чтобы войти в историю, ученым понадобился один день и год разработок. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур к далеким звездам отправилась ракета «Восток-1». В кабине космического корабля впервые находился человек, будущий герой Советского Союза Юрий Гагарин. Спустя 4 месяца после триумфального возвращения космонавт по личному приглашению председателя Совета Министров Фиделя Кастро посещает Кубу, где устанавливают прочные дипломатические связи. Фотовыставку, посвященную этому историческому визиту, в Планетарии Казанского университета открыли ректор Ильшат Гафуров и руководитель российского общества «Дружба с Кубой» Алексей Лавров. Первым, кто сказал, что кубинский космонавт приезжал в космос, был Юрий Гагарин. Во время своего исторического визита в июле 1961 года на Кубе. Буквально через три года после этого визита Юрий Гагарин возглавил, стал первым президентом Всесоюзного общества Советско-Кубинской дружбы. Ильшату Гафурову был вручен памятный знак общества в качестве признания вклада Казанского университета в развитие астрономии, космической науки и российско-кубинской дружбы. Алексей Лавров подчеркнул, что открытие этой выставки можно считать началом подготовки к 120-летию обсерватории, которая будет отмечаться в сентябре 2021 года. В Казанском федеральном университете у нас очень много было учеными. Университеты в разные годы сделаны для изучения в целом и ближнего, и дальнего космоса. Особенно много работ было посвящено изучению Луны. И большое количество кратеров до 20 названо именами ученых Казанского университета. Две кометы, восемь малых планет. И сегодня мы участвуем в международном проекте, который возглавляет академик Сюняев. В рамках мероприятия состоялась презентация документального фильма «Первые. Гагарин и Куба». Впервые в истории выставки картина была показана на куполе звездного неба планетария. Ариадна Кугушева, Алексей Румянцев, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского университета тотальный диктант написали около 250 россиян и граждан других государств. О том, как это было, в следующем сюжете. Казанского государственного театра юного зрителя Нины Калагановой. Она уже в третий раз принимает участие в тотальном диктанте и признается, что в первый раз очень волновалась. Сейчас получает от этого удовольствие и рада, что осуществила давнюю мечту. Впервые посетила Казанский федеральный университет. Вы знаете, мне нравится это мероприятие. Единственное, что я могу сказать, я совершенно уверена, что я бы не написала правильно сама этот диктант. Вот мне кажется, что уже читать я еще могу. Я даже читаю, когда проверяю, вот проверочные эти дела, я стараюсь прочитать вот так, чтобы было видно, где запятая, где точка, где вопросительный знак. Это я как бы могу, по-актерски. Возрастной состав участников диктанта был очень широким. Проверить свою грамотность пришли и учащиеся младших классов со своими родителями, и старшеклассники, и студенты, и пенсионеры. Самым старшим участникам было более 80 лет. Результаты можно будет посмотреть на сайте тотального диктанта после 14 апреля. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс. 12 апреля в читальном зале номер 2 научной библиотеки имени Лобачевского открылась новая экспозиция плакатов, развернутая в рамках выставочного проекта, посвященного Году науки и технологий в Российской Федерации. Экспозиция включает в себя обучающие и агитационные материалы, связанные с подготовкой авиаторов предвоенных и военных лет, а также первых поколений космонавтов. На этой выставке можем увидеть именно плакаты того периода, когда формировались наши космонавты, будущие космонавты. Эти ребята, в основном те, которые пережили войну, вдохновлялись подвигом своих отцов и, конечно же, шли в авиацию благодаря еще и призывам, вот такими плакатами. Тему космонавтики продолжили в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского университета, где популяризатор космонавтики Виталий Егоров провел лекцию для студентов. Все подробности далее. Лекцию прочитал популяризатор космонавтики, блогер, журналист, автор проекта «Открытый космос» Виталий Егоров. Для гостей он рассказал о строении Солнечной системы и актуальных данных о нашем ближайшем космосе. Но, несмотря на выбранную тему, Виталий Егоров отмечает, что нужно одинаково изучать как ближайший, так и дальний космос. Если там есть загадки, значит, это расширение возможностей и расширение познаний человека, об этой Вселенной. Вселенная, она одна. И в листе березы, и в далеком квазаре. Это одна и та же Вселенная, которая работает под ним и тем же законом. И чем лучше мы будем знать эти законы, тем лучше мы сможем их использовать в своих интересах, делать более комфортную жизнь для нас здесь и сейчас, расширять свои возможности, там, расселение, полеты в космос. Отвечая на вопрос, зачем популяризировать космонавтику, Виталий Егоров отвечает просто. Ей нужны люди. Ведь кто-то должен чертить космические аппараты, собирать их и многое другое. Более того, все космонавтику воспринимают там космонавты, вот они там бодро что-нибудь рапортуют с Международной космической станции. Но реально-то это и психологи, и бухгалтера, и юристы. Это все нужные профессии в космонавтике. И все это нужно, и реализовать себя в этой деятельности, если это действительно интересно, можно не обязательно через физику, или там летную школу. Также о том, куда двигается современная космонавтика, и есть ли разумная жизнь за пределами нашей планеты, можно узнать в полной версии лекции на YouTube-аккаунте «Универ ТВ». Диана Шеленкова, Ленартов Литьяров, «Универ Ньюс». Давайте немного окунемся в прошлое и вспомним, каким был Юрий Гагарин. Для этого наш корреспондент пообщался с первопроходцем в отечественной космонавтике, почетным гражданином города Казань. Смотрим. Урал Нуревич Закиров был в числе инженеров, проектировавших спутники, включая и первый пилотируемый «Восток». Впервые Урал Закиров увиделся с Юрием Гагарином в марте 1961 года, за месяц до полета. Тогда на рабочем месте встретились кандидаты первого отряда в ожидании Королева. За стол Урала Нуревича сел молоденький офицер. Это был Юрий Гагарин. Я задал вопрос о его личной готовности к полету. Ответ у него был таков. Я готов выполнить задание страны. Это было сказано с такой гордой уверенностью, что не было сомнения, что он так и поступит перед великой неизвестностью побывать в космическом пространстве впервые. Дальнейшие рабочие встречи состоялись в 1967 году на космодроме Байконур и в Центре управления в Евпатории. Урал Нуревич тогда участвовал в подготовке аппарата на космодроме для запуска в сторону Луны. По рекомендации руководителей испытаний, Урал Нуревич читал лекцию Юрию Гагарину. Там же, о последней нашей встрече 27 марта 1967 года, друзья-космонавты отмечали его день рождения. Запоздалый Гагарин был образцовым и дисциплинированным человеком. И после встречи с друзьями пришел на работу, где мы и встретились. Я его тут же поздравил с днем рождения. Я сказал, что желаю, чтобы он первым сел на Марс. Диана Желенкова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова